Олимпийская чемпионка и серебряный призер олимпийских игр в фигурном катании на коньках. После прошедшей эйфории победы олимпийская чемпионка Алина Загитова примеряет на себя новую роль звезды. Скромно, без особого кокетства. Самая молодая чемпионка в истории фигурного катания уже покорила сердца миллионов зрителей по всему миру. Золотая олимпийская медаль Пхенчхана, орден дружбы из рук президента, машина БМВ и щенок породы Акито, которого ей вскоре хотят преподнести поклонники из Японии. А еще море, море цветов и детских плюшевых игрушек. Ведь не стоит забывать, что Алина совсем еще ребенок. Маленькая 15-летняя девочка, на судьбу которой выпало такое испытание слабо. Смотрел так, краем глаза выступления все. Потом Алина начала выступать, я ушел и смотрел. Ну, я не смотрю прямые эфиры, Алина только в записи. Ильна Загитов признается, что никогда не смотрит выступления дочери. Для него это слишком волнительно, говорит, что до сих пор не может осознать произошедшее до конца. Он и сам знает этот вкус победы. Тренер хоккейной команды Ишсталь свою профессиональную карьеру начинал также в 15 лет. Выступал за авангард, нефтехимик и нефтяник. Коллеги сегодня говорят, что Алина – это папина дочка. Так получилось, что в Альметьевске ледовый дворец юбилейный, где когда-то играл отец Алины Ильна, стал первой тренировочной ареной для олимпийской чемпионки. Ей было всего 4,5 года, когда ее здесь поставили на коньки. Вот он, теперь уже исторический список детей из секции по фигурному катанию 2006 года. Вот данные Алины Загитовой. Ее первый тренер Дамира Пичугина сегодня вспоминает, что именно на этом льду они с Алиной начинали с самых азов. Она прошла начальную подготовку, вот как у меня вот эти детишки маленькие. Уже умела скользить, фонарики делать, но прыжковую технику пока я и не смогла дать. Они потом переехали в Ижевск. Она очень способная была в зале, потому что у нее был от природы прыжок очень высокий. Тогда в группе было 160 человек. Это практически в два раза больше, чем сегодня. Но из этих 160 детей не заметить Загитову было невозможно. После переезда в Ижевск Алина уже тренировалась под началом Натальи Антипиной, которая также сегодня отмечает уникальные физические данные молодой чемпионки. Она отличала ее от того, что очень симпатичная, красивая девочка. Очень хорошо сложена, там, кокосная такая, резвая, очень веселая. Ее самый любимый прыжок с детства – это риттбергер. Благодаря своим точенным каскадам она с легкостью обгоняет многих соперниц именно в техническом плане. Кроме Загитовой пока никто в мире так и не прыгает тройные луц. Она прыгает без каких падений. Она была пластичной и энергичной. Она прыгала во второй половине программы. Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании и серебряный призер в командном турнире Алина Загитова не столько для детей, сколько для их родителей – настоящий пример для подражания. После Олимпийской победы Алины секция фигурного катания в Альметьевске испытывает настоящий поток из желающих приобщиться к большому и такому красивому спорту. Фигурное катание – это один из самых красивых видов спорта. Смотреть на фигуристов, на Олимпиаде – это, конечно, большое удовольствие. Но вот тренировки – зрелище не для слабонервных. Видеть, как дети падают, встают, снова падают и снова встают. И тут только понимаешь, какая сила воли, какой характер у этих маленьких спортсменов. Вот здесь, в этом ледовом дворце в городе Альметьевск тренировки начинаются в 6 часов утра. И на лед в это время выходят самые маленькие спортсмены. Самое главное, что вот дать любовь к фигурному катанию, да, и чтобы они могли работать, и чтобы они были влюблены. У меня вот дети все спят в коньках, чтобы не проспать тренировку. Правда, детишки? Олимпиаду смотрели? А как же, а как же. Ну, что вы скажете про наши? Вы знаете, скажу откровенно говоря, дай бог, чтобы только не погасла звездочка. Конечно, конечно. Вы видите, что она в будущем станет знаменитой спортсменкой, второй Алины Загитовой? Я, я, да, я вижу. Свою дочь, да, 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 да. Вы хотели бы? Я не то, что хотела бы, я вообще хочу. Да, это наша цель. Эльзира Юзаев, Андрей Мохов, Александр Матросов. Семь дней.